Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о ведьмах. Они существуют? Спасибо. Есть целые организации, которые связаны с поклонениями. Это общественные организации, которые занимаются... Они имеют определенные названия, и у них есть определенные ритуалы. Это ритуальные общественные организации, в ходе которых совершаются определенные обряды. Какая задача таких общественных организаций? Как правило, это быть выше и быть влиятельнее. Сама по себе такая общественная организация, ритуальная, она выбирает для себя какого-нибудь либо идола, либо энергию, либо еще что-то. Есть целый ряд вот таких. Многие из них считают, что у человека, который не может жить и мучается, можно забрать жизнь энергетически. То есть, если у человека, допустим, жизнь наркомана, ему ничего не хочется, он весь такой скиший, он на всех кидается, вредный и так далее, и живет бесцельно, они считают, что можно при помощи определенных обрядов отобрать такую жизнь у такого существа. Она же все равно никчемная. Но такую жизнь можно в дальнейшем использовать в ходе обрядов для того, чтобы сделать кого-то очень популярным или кого-то. Вот таких людей, вот такие обряды я называю ведьмачеством. Есть ли ведьмаки какие-либо еще? Да, есть ведьмаки, которые используют темную энергию. Какую эту энергию? Есть ведьмаки, которые используют темную энергию и используют элементы, которые связаны с прошлым. То есть, используют, допустим, мертвых, или используют в обрядовой или ритуальной культуре, используют кладбища, кладбищенских духов, порабощая кладбищенских духов, голодных духов, духов земли или еще каких-либо духов, которые не должны подчиняться, они их порабощают, заставляют их служить и так далее. Иногда у этих людей есть идеи хорошие, иногда они одержимы плохими идеями, но этому всему необходимо обучаться. И я объясню почему. В случае, если человек не обучается этому, а делает это по наитию, как он захочет, то он совершает ошибки и в дальнейшем может очень пострадать. В моей жизни было много таких друзей. Один из них был вор-авторитет, который жил на территории Украины. Мой друг, звали его, неважно, Николай звали. И кличка у него была этот Рокер, Коля Рокер. И он все время, его еще называли по-другому Колдун или Коля Колдун. И он носил все время череп на указательном пальце, ездил на мотоцикле. Он был очень злобный, проводил злобные ритуалы и использовал в ходе ритуала всевозможные предметы. Целую ритуальную культуру такую вот использовал она с целыми ритуальными посвящениями, в которых были или присутствовали эротические такие системы проявления и алкоголизм, и наркотики. И очень боялись его люди, он действительно мог на базаре кому-то сказать, и у человека ноги и руки крутило. Но закончил он плохо, едва дожил до 51 года. Ехал на мотоцикле, ехал он из города Винницы и где-то в Гайсин. И едущий на мотоцикле, ехал быстро, что-то произошло не так, мотоцикл этот в одну сторону, а он проехал по бетону. И остался только один палец, потому что все остальное невозможно было собрать. Так доехал. И вот так и хоронили. Один палец с этим кольцом. Была еще у меня знакомая, она тоже ходила все время на кладбище. Я ей говорил, Лена, не надо этого делать. Она Андрей Андреевич, я знаю, это высшая магия. Я говорю, это духи, они несчастные, они не могут переродиться. Это духи убиенных людей, это те, кто не может переродиться. Те, кто обещания дал перед смертью. Ну и так далее. Я говорю, не надо их мучить. Это же, они страдают из-за этого. Зачем ты их цепляешь? Нет, нет, и она там, я и это лечу, и это лечу. Лечила недолго, дожила до 43 лет, и все, ее уже нет. Зачем это нужно было? Если человек профессионально умеет что-то делать и использует это, то заканчивает быстро. Поэтому только добро в этом мире и знания могут быть нужными. Есть ли зло? Да, есть. Есть ли ведьмы, которые летают на метлах? Нет. Если...